Дорогие друзья, из-за увеличения работы мы переносим обучение на третьем потоке школы регрессивного гипноза ARGO-VP2 на февраль 2023 года. Приглашаем на обучение всех тех, кто проходил у нас чистки, биополе и встречи с кураторами, а также учителями или своим высшим я. Количество мест в группе ограничено. После обучения будет один месяц практики. По вопросам обучения в школе обращайтесь к нашему администратору Ольге. Контакт Ольги стоит в описании к этому видео. Мы на месте. Хорошо. Мы приветствуем Игоря. Интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса? Смотри, он выглядит как монарх. У него большая корона над головой. Большая такая, я бы сказала, выпуклая, круглая. Больше на шапку похожая. Она над головой. У него мантия и у него какой-то монашеский артефакт в виде шара в руке. Я понимаю, что это голограмма и под ней есть настоящий Игорь, который весь в подключках и растяжках. Так, есть. Игорь, вам... Видите это все сейчас над собой? Корону, мантию, шар в руке? Убери это все в клетку. Хорошо. Он закрыт. Я даю команду. На счет три. Артефакт над головой. Это корона. Вся эта мантия. Этот шар в руке. Все полностью отключается до ста процентов. Скэнер помогает. Это все выводит. И все это летит в клетку-тюрьму. Готово. Хорошо. Игорь, вы меня слышите? Он шепчет, и я устал. Понятно. Откуда у вас это? Не помните? Он точно знает, откуда это. Точно знает? Ну, мы проверим сегодня. Он дал нам разрешение или нет о работе? Нет, мы не спрашивали его. Хорошо. Игорь, вы даете нам разрешение на диагностику вашу и чистку? Он очень рад находиться здесь, дает разрешение. И он, как я, очень ждал это. Хорошо. Но у него мало сил. Мало сил. Хорошо. Тогда мы просканируем и заправим его энергией. И я даю команду на счет три. Скэнер сканирует пространство над головой Игоря под ногами. 360 градусов вокруг него. Скэнер сканирует систем тонких тел Игоря. Находит все. У него огромная подключка внутри. Она из каких-то труб состоит. Это подключка ящера. Я знаю. Амантия – это серый, серый Грей. Понятно. Кто у нас в клетке? Сейчас, секунду. Значит, Грей, ящер, арахноид, суку и демон. Какой демон? Демон его ноги перевязал. Какой демон? Считает цифры над головой? 13. Ноги он лосо перевязал. Считает цифру ящера над головой. 32, 46. 32, 46. Меня смущает этот Грей. Снимаются все маски и голограммы. Фантом пристает в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Если Грей с кем-то связан, он притягивается в клетку-тюрьму. 1, 2, 3. Он с рептилоидом связан и много с кем другим. Все притягиваются в клетку-тюрьму? Все, до последнего. Стоят мои заложники. Поэтому биоробот тут с рептилоидом связан. Хорошо, значит репт притягивается. Как же без репта? А репт толстый. И низкий. У репта над головой считай цифры. Какой-то слизистый. Хорошо. 326. 326. Рептилоид, а чего это ты так отказываешься от нашего общества? Мы уже всех пригласили ответственных, а ты потребовал? Его вытащили из какой-то жижи вот этой слизи. Ну ничего. Можем отправить ее в галактическое ядро почиститься. А, рептилоид? Есть желание? Нету. Говори, чего тебе надо. Это ты мне будешь отвечать на мои вопросы, когда я тебя спрошу. Итак, у нас Грей, рептилоид, ящер, арахноид, суккуб и демон тринадцатый, да? Да. Хорошо. Начинаем с реверса энергии. А, у нас конструкция еще стоит. Конструкция вышла. Вышла? Да. Отлично. Хорошо. Уже полдела сделано. Я даю команду тонкой копии Игоря спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную, патогенную, низкоэбрационную энергию в его биополе 1, 2, 3. Каналы выстроились. В сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низкоэбрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Игорю. Через мантию. И корону рептилоид управлял. Рептилоид не может без власти. Ему обязательно нужны эти атрибуты. Он кивает и соглашается. Находясь в нем, принимает какие-то решения. А на каком основании рептилоид? Объясни мне. У тебя есть какой-то контракт с ним? У Грея есть контракт. У Грея есть контракт. Вот это уже интересно. А ну-ка, Грей, расскажи мне за этот контракт, пока реверс идет. Первый вопрос. Рептилоид с Грейом, сколько вы находились в этом биополе? Грей 7 лет находился. 7 лет, хорошо. Рептилоид позже. Сколько позже? 5,2 идет. 5,2. Хорошо. Демон, сколько ты находился в этом биополе? 7 месяцев. 7 месяцев. Суккуб, сколько ты находился? 6 лет. Арахноид, сколько ты находился? 4. Чего только, непонятно. То ли месяца, то ли года. Он лапами перебирает. Так, Арахноид, дай информацию. Очень сильно. Чтобы я понял, сколько ты находишься, а то я начну нервничать. 4 месяца. 4 месяца. Хорошо. Ящер, сколько ты находился в биополе? На пальцах считает или что? Он почему-то эту конструкцию свою делает, то большой, то маленькой. Через нее энергии потоки идут. Сейчас? Но как он показывает. Нет, сейчас идет возврат. Это не было моим вопросом. Ящер, я второй раз задаю вопрос. Всего их три. И после третьего я начинаю на тебя воздействовать. 3 года. 3 года. Хорошо. Как у нас с реверсом? Что возвращается в конструкцию, в мантию, в корону? Но вот эта власть и возвращается в мантию. То есть все, что он показывал, рептилоид, который не может находиться без власти. То есть он ему давал определенную власть. И эта власть была... То есть он ему внушал, что у него есть определенные знания. Ах вот как. Этим знаниям он выше, чем другие, потому что у него не есть. Интересно. Навязывал он ему. То есть он не был совсем властный. Здесь не про это. Здесь про то, что рептилоид. Это рептилоид сидит в мантии и в капке в нем. Надменно смотрит на всех. Игорь. Или рептилоид смотрит надменно? Я сейчас не понял. Рептилоид. Когда он в нем сидит или он сейчас надменно смотрит? Когда он в нем сидит. Хорошо. Хорошо. Все понятно. Подожди. Почему он это показывает? Потому что энергии Игоря идут в разрез с этими энергиями власти. Игорь покорный. Рептилоид властный. И его это как насилует. Угнетает. Вот эти энергии власти. Вот они и вернулись к мантии. То есть его свобода угнетена. Хорошо. Теперь у меня вопрос ко всем присутствующим. Кто из вас предстал или начал общаться с Игорем и предложил ему работать, служить ему? Кто попробовал? Грей предложил. У него контракт с ним. Грей. Это ты решил сыграть роль Абсолюта? Или роль Иисуса Христа? Кем ты ему предстал? Ты с ним коммуницировал и предложил служить ему верно? Это твоя была вещь? Он не знает, о чем ты говоришь. Совсем другого. У него произошел контакт и контракт. Рассказывай сейчас насчет, какой контракт у тебя был. Потому что ты находишься как раз по времени, это подходит. Что это он не понимает тебя? У Игоря был случай такой, где в церкви ему показалось, что к нему с ним начал общаться Иисус Христос, который спросил его, хочешь ли ты мне служить? Или будешь ли ты мне служить? И он согласился, не зная, кому он отвечает. Мой вопрос. Это твоя была работа Грей и рептилоид пять лет назад? Хорошо, будем дальше разбираться. Какой контракт ты с ним заключил сразу по ходу, объясни мне? Я все буду сильно аннулировать. Контракт на использование его генетических. Да ты что? Ты биоматериал... На использование его генетического биоматериала. Ты биоматериал воровал? Хотел копию воссоздать? Не воровал. А, ну в смысле он тебе сам дал, да? Ты это хочешь сказать? По контракту, да. По контракту. А он знает вообще об этом контракте? Знает. Игорь, ты знаешь об этом контракте? Грей утверждает, что ты знаешь контракт, который ты с ним заключил. Это правда? Он говорит, что у него в слоях памяти много чего, и он этого не помнит. Грей, а как так получается, что человек не помнит об этом контракте? Может, ты обманом это все заключил? У нас что-то проговаривалось. Я проверю этот момент. Хорошо, как у нас с реверсом, Вера? Закончил. Устанавливали фильтры золотой сеточки на все каналы и в порядке реверса. Игорь отбирает назад всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли, до последней капли, возвращает Игорь себе обратно. Хозяин своих энергий возвращает все свое себе обратно. Что возвращается? Посмотри, пожалуйста. Энергия его возвращается. Светлый, чистый, яркий. Биоматериал? Значит, генетический материал, из слова идет сперма. А зачем тебе его биоматериал? Что ты хотела, раба там сделать из него или как? Биологическую копию? Не хотела, сделала. А где она находится? За пределами галактики. Уже? В дорогу к Солнечной системе. И давно она там находится? После подписания контракта генетический материал был получен. Они клонировали его. Клон был создан и сейчас работает. То есть он раб, и у него на шее, как медальон, он показывает экран. Что он делает сейчас? Он воссоздает таких же клонов, следит и наблюдает за этим, объясняет ситуацию. То есть он их, ну, не контролирует, а клоны, которые выходят, не выходят, а создаются. Он проводит с ним и беседы, объясняет и занимается этой работой. И это находится вне нашей галактики? Находится в другой Солнечной системе. Даже в другой Солнечной системе. И насколько это легитимно вообще? Как это сочетается с законом свободы воли и ответственностью за свои энергии? Где это право у человека? Ты его обманул? Украл его копию? Украл биоматериал и сделал из него копию, которая сейчас работает рабом? Он точно знал. Игорь, скажите, вы точно знали, что происходит? Он руками разводит, он говорит, что я не могу сейчас это сказать. Игорь, если вы нам ничего не скажете, так вы... Он не знает. А, он не знает. Он же говорит, что это в слоях памяти, он не помнит это, но не исключает. Хорошо. Я хочу Ли задать вопрос. Он говорит, что, может быть, это случилось в измененном состоянии сознания. Я не могу это вспомнить. Хорошо. Я прошу Ли выйти со мной на связь. На связи. Я приветствую тебя, Ли. У меня такая нестандартная ситуация с одним Греем, который уже создал копию, которая работает в другой солнечной, в другой вообще галактике. И мой вопрос следующего плана. Могу я как-то вытащить то, что находится в этой копии? Может, там какие-то его родные энергии или частички души, или частички ДНК присутствуют? Могу ли я вернуть человеку, которого мы сейчас чистим? Или это уже все? Здесь Грей рассказывает насчет какого-то контракта. Человек вообще не помнит ничего. Ну, во-первых, нужно контракт уничтожить. А во-вторых, это все вернется к нему после смерти этого клона. После смерти? То есть я никак не могу сейчас вытащить из него то, что находится на чистоте Игоря? Ты не можешь, но может он сам. Хорошо. Я спрошу у него. Благодарю тебя за... Таким же путем, как он заключил сам контракт. Хорошо. Я предложу Игорю такую возможность. Захочет ли он свой биоматериал вернуть себе назад? И частички души. У него будет сегодня такой шанс сделать. Благодарю тебя, Ли. Мы тогда работаем дальше. Хорошо. Как у нас с реверсом, Вера? Накончился. Отлично. Все. Тогда начинаем с демона. Демон, выходи. Вытаскивай все, что ты оставил в его биополе. Рассказывай, где оно было установлено и как ты на него воздействовал. Подожди, ему информация идет. То есть это не просто его желание. Он должен сконцентрироваться и призвать все свои генетические материалы. Все, что было отдано по этому контракту, он должен сам вернуть себе. Хорошо. Я спрашиваю. Мы это сделаем, когда мы его полностью очистим. Это не мы сделаем. Это он должен сам делать. Как он заключил контракт без нас, точно так же он сам может вернуть это все. Хорошо. Мы контракт аннулируем. Тогда Игорь будет это сам делать. Хорошо. Значит так. Итак, демон, выходи. Вытаскивай все, что ты оставил в его биополе. И рассказывай, где оно что стояло. Как действовало. На кой частоту ты зашел, демон? Он показывает, как он этим лосо... Как ты захлестал его, подгонял, запутывал. Пока не показывал. Он почему-то называет его раб божий. Но он в церкви служил, да? А что тебе не нравится в этом слове, демон? Мне не нравится. Вот этот вот хлыст его... Это не лосо, как хлыст, который завязывает его от колена вниз. Он говорит, что это эгрегор. И он его подхлестывает этим эгрегором. И называет рабом божиим. Так это его, что ли, эгрегор? Это его связь с эгрегором вот так вот выглядит? Как лосо. Не лосо, а хлыст. Лосо. Как хлыст. Один только, как кольцо на конце. А хлыст, он именно, ну как закручивается вокруг него. От колен до самых ступней. А почему так, демон? Я не понимаю. Человек верующий, верит в Творца. Почему ты его кнутом словил так? Из-за чего? Есть, была какая-то причина? Почему ты ему не даешь развиваться, как он хочет? Уж много в нем противоречий. От ада до рая мечется. Ну, он в поиске, может быть. А каких противоречий конкретно? На какие противоречия мог зайти 13? Уждевных. Ну, 13-герцовый демон на какую частоту зашел? Эмоциональную. Что это было? Мысли. Его собственность? Суицидные. Суицидные мысли – это твоя чистота. Это безусловно. И не только это. Недооценки себя. И для тебя это представляет ценность, да? Он создан служить. Именно такая установка стоит у него. Он сам ее себе поставил? Или через Эгрегор она пришла? Он пришел в Эгрегор, а не Эгрегор к нему. Согласен, да. Хорошо, еще скажи мне, есть ли арвы в биополе? Да, есть. Где? Что он ищет или что? Он показывает его глаза, они затемнены, но это не лярмы. А что это? Пустота. Пустота? А откуда она там взялась-то в глазах? Кто из интерферентов это сделал? Он показывает, что он не видит позитива. Все его мысли и развитие направлены на жесткий. Но он не назовет это негативный. Но там нет радости. Понятно, я знаю, о чем ты говоришь. Да, понятно. Сам по себе он не негативный. А лярвы нет? Подожди, от того, что он сделал когда-то себе эту установку, подчинение и поиск, кому подчиняться, он получил и Грегора и всех остальных хозяев, которые этим или другим путем попали к нему. Лярва у него, он показывает у него на шее, как медальон, цепочка и медальон в области голубой чакры, зоб. Там висит медальон. Это что? Там до сих... Там до сих... Так, как он говорит. Я понимаю. А медальон это что такое? Это что, под ключкой или что это такое? Награды. И это... Вот этот демон считает за лярву? Эти энергии? Нет, он их просто показывает. Лярва у него на плечах. Да. От мантии. То есть от одного на плеча на другую, как воротник. Да. Понятно. Хорошо, он все снял? Кто? Демон. Он стоял? Он ничего не снял, значит, спросил у него про лярву. Вер, он уже пять минут стоял, снимал эти вещи. Или он ничего еще не снимал? Ничего не снимал. Он рассматривает и рассказывает. Все понятно. Демон, давай тогда снимай все, что я оставил в его биополе. И как снимешь, я дам тебе команду на лярвы. Приступай. Вот этот кнут. Или хлыст. Он такой довольно плотный, как проволока. Он его разматывает вокруг ног. Хорошо. Он говорит, освобождаю тебя, раб Божий. Руку снимает, как проволока, разгинает ее запястье. И с ног тоже. Спираль эту от хлыста разматывает. Колено нежно. А как оно воздействовало? Сдавливание вот это. Он не мог стоять на месте или он не мог? Ходитель. Ты знаешь, он показывает, как огонь у него под ногами. И он вот этим холостом подстегивал его прыгать. Как в страхе его держал. В общем, у него, получается, нет никаких вокруг него или он их просто не видит. У него радости неоткуда получать. Он жестким его сделал. То есть все информация и то, как он воспринимает все, это все очень жесткое, как вот эта проволока. Я бы не сказала, что это негативная. Вот именно не негатив, а жесткость какая-то там есть. Там нет легкости и радости. Он снял все. Хорошо, демон, разрешайте забрать все лярвы. Приступай. Он снял. Хорошо. Возвращайся в клетку. Рептилоид, выходи, вытаскивай все, что ты оставил в его биополе. Подожди секунду. Он когда лярву снимал, он почему-то назвал это «приболтилось». Он как болты снял с плечей с двух сторон. Как выкрутил их темный, черный. А что это за болты у тебя были в плечах? Это не у меня, это у лярвы. Ах, вот как. Лярва на болтах я еще ни разу не видел. Это все, что он насобирал. Чудные. И прикрепил. Он сам? Получается то, что у него нет радости. Все, что он получает, информация, она какая-то жесткая. И вот это все, оно несло свой оттенок, да, оттенок этот темного цвета. И вот этот оттенок, он с годами насобирался вокруг него, как воротник, пригвозденный к плечам. Важно ему просто понять, что это он сам это сделал. Потому что он один-единственный цвет получал из всего спектра. Там, где нет радости. Именно так. Но и негативом его не назовешь тот. Да. Хотя и негатив. Все подряд. Все, что он воспринимал, оно было от серого цвета и темнее. Ну вот, от серого ты правильно сказала и темнее. Результат мы сейчас видим. Хорошо. Посмотрим. Это может быть факторы и характера. Это может быть и воздействие свои. А может быть и то, и другое. Симбиоз такой. Воздействие ящера определенное было в этом месте. Хорошо. Можем продолжать? Да. Рептилоид, выходи. Вытаскивай все, что ты оставил в его биополе, что еще не вытащено. Посмотри. И возвращайся в клетку, докладывай о готовности к проверке. Проверка будет проходить несколько миллионов герц. Я предупреждаю сразу. Если вдруг кто-то оставит хоть что-нибудь или забудет, то он может по каналу сгореть. Чтобы этого не случилось, я рекомендую всем все вытаскивать на их частотах. Итак, рептилоид, что он вытаскивает? А он убирает как раз вот этот медальон из глаз темные. А что ты из глаз вот это вытаскивал? Объясни мне, вытаскиваешь рептилоид и медальон. Я за вот эти вещи хотел послушать. Что ты ему за медальон наделал такое? Внушение. Награждал он его. А в глазах у него внушение. Он, знаешь, как вытянул. То есть они не материальные, они более как энергетические черные круги. Как энергетические черные круги. Внушение. Интересно. Готово? Сукуб, выходи. Все вытаскивай, ничего не забывай. Сукуб 6 лет сидел, демон 7 месяцев всего. Демон наврал. Он 7 лет сидел, а не 7 месяцев. Демон, а что ты мне врешь? Демон. Хотел посмотреть, определишь ли ты, что его вот эта проволока. Ну. Большее количество времени, чем он сказал. На то я и демон, чтобы врать. Хорошо. Ну, а я думал тебе отдать эмоциональный фантом. А сегодня просто скину его в галактическое ядро. Ты не меня обманул, ты себя обманул. Не будь таким жадным. Не будь таким лгуном. Это не ложь, это проверка. Мне тоже нужно иногда проверять. Ты тоже не прошел этот экзамен. Мне тоже нужно тебя проверять. Видишь, я же тебе не говорил за эмоциональный фантом, а сейчас сказал. Так кто из нас дурак-то? Это не было соревнование. Это была проверка. Хорошо. Я не прошел твою проверку, ты не прошел мою проверку. Тема закрыта. Ты прошел мою проверку. И тебя был шанс. Интересно мне было, увидишь или нет. Ну, увидел? Увидел. Ну вот и хорошо. Суккуп, все снял, Вера? Что-то медленно сегодня все идет. Много всего там снял. Хорошо, арахноет. Выходи, забирай всю свою паутину, всю свою жидкость высасывай, иголки. Ничего не забывай. А демон обиделся, он сказал, что он много тебе рассказал. Ты хотел бы получить негатив. Ты должен кооперировать со мной. Ты находишься у меня в клетке тюрьмы. Ты начал со мной играться. В каком случае? Это недопустимо в моем понятии. Перед той опасностью, в которой ты находишься, я думал, я рассчитывал на кооперацию, как это делали все демоны, которые здесь стояли. Самый высокий имел 68 Гц. И они меня не проверяли. А ты решил меня проверить. И сказал мне вместо 7 лет, сказал 7 месяцев. Ну, и кого? Что ты обманул? Вера профессионал, она найдет это. Мы получаем информацию. Но ты сейчас потерял мое доверие. Вот так все. А как иначе? Он говорит, ну и пусть тебе рептилоиды рассказывают о его негативе. Обиделся? Угу. Этот снял все, Рахнает. Хорошо. Дам тебе второй шанс, демон. Потом расскажешь мне насчет его негатива. Поменяем его на эмоциональный фантом. Хорошо, ящер. Ты три года находился. Давай, выходи. Вытаскивай все, что мы еще не вытащили из биополя на твоей чистоте. Если что-то от конструкции осталось. И объясни мне, как ты на него воздействовал последние три года? Вот эта конструкция, она похожа на орган. Да ты что? И вот эти трубы. Церковный орган, да? Спор энергии. Ах, вот как. Она просто похожа по своей конструкции. Трубочки наверх идут. И он ее мог расширять и сжимать, то есть забирая из одной чакры или из нескольких. Хорошо, ящер. Цель твоей подключки была отток энергии, отсос энергии? Или какое-то воздействие еще дополнительное? Энергия. Энергия только, да? Да. Биоматериал не воровал? Нет. Хорошо. Ты не работал вместе с Греем и ящером? Ты сам по себе был? Сам по себе. У тебя контракта никакого с ним нет? Договора? Нет. Понятно. Ты просто вошел и подключился, и увидел место, и начал сосать энергию. Только так, я правильно понимаю? Фу, как грубо. Это был забор энергии. Хорошо. Как бы ты его ни называл, это воровство. Отток. Это по-любому отток или воровство энергии. Хорошо. Нужно и мне в определенных случаях. А где ты их используешь? Переконвертируешь или продаешь? Ну, я не торговец. Иногда нужна подпитка энергии и мне, и моей технике. От этого зависит, какую энергию я забираю. Хорошо. Он снялся. Грей, выходи, вытаскивай, смотри, чтобы ничего там не осталось на твоей чистоте. А у него нет ничего. Он передал его ящер. Ох, вот как? Он связан с ящерами. Я вчера, я же только что спросил, если ты был связан? Ой, по исключению, с рептилоидом. Но как первое звено притомился. Понятно. Значит, Грей только все подготовил и исполнил, а рептилоид уже пришел и восселся как монарх. Там, да? Корону одел, мантию. В интересном мире мы живем. У него есть контракт, то есть подключика у него нет. Он находится... Ох, вот как. Да. Интересное коммерческое соглашение. Что ты за это получил, Гуманоид? В смысле, Грей? Какой твой интерес? Определенные услуги от ящера. Технологии. Грей, я тебе скажу... У него есть свой контракт с ящерами. У кого? Сейчас, секунду. У Грея с рептилоидами есть свой контракт. Понятно. На поставку материала генетического. И, Грей, каким обманом ты вошел? Я хочу узнать. Семь лет назад вспомни этот момент. Кем ты ему предстал? Спасением. Спасением. Все-таки религиозная тема была, да? Тематика. Значит, ты маскировался под религиозную... А, это была его волна. Я маскировался под его волну. Ты подстроился под религиозный Грегор, волну. Ты это хочешь сказать? Я же все сейчас узнаю. Я вытащу контракт. Я поставлю монитор. Он пришел энергии. Он пришел к нему энергии. Подстроился под чистоту Грегора. Предстал. Кем? Белым светом? Святым? Ангелом? Кем ты предстал? Нет, не ангелом. Этого и не нужно было. Он искал спасения. Я и представился спасением. Ты был голос в его голове, который предложил ему служить. Будешь ли ты мне служить? Тебе он дал согласие? Грей, я тебя предупреждаю. Мне это начинает надоедать. Я сейчас выстрою канал к твоему кораблю и притяну его сюда. И все, кто на корабле, понесут вместе с тобой ответственность. Он не может взять на себя решение и сказать, что это был он. Потому что там может быть кто-то еще другой, с кем он связывался. Ситуация пять лет назад была. Ты предлагал ему служить? Вернее, чтобы он тебе служил? Или это был кто-то другой? Он раньше заключил с ним контракт. Ладно, хорошо, будем смотреть дальше по ходу. Итак, он все забрал? Да, он совершенно не умеет работать с информацией. Все, что он получает, он загружает себя ей и притягивает всех вот этих интерферентов. Рассинхронизация прошла со всеми, кроме гуманоида и каналов. Какого гуманоида? Грей. Грей. Хорошо. Грей и кто еще? Все, остальные рассинхронизовались. Ну, Грей там из-за контракта сидит. Хорошо. Так, тогда сделаем следующее. Тогда мы сейчас перейдем сразу к расторжению контрактов. У него, знаешь, контракт? Я сейчас вижу, он в ногах, как диск такой металлический. По закону свободы воли души и свободного права распоряжаться собственными энергиями, Игорь должен взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Он готов это сделать? Он говорит, сколько раз я это намерение выражал, но, видимо, не до конца сильно. Он готов это сделать? Я говорю вслух, вы повторяете за мной. С соглашением, контрактом и договором. Договора выходят, а активные подсвечиваются. У него есть активные. Один или несколько? У него, во-первых, активный контракт. С двух сторон идет гуманоида и его. Какой гуманоид, Вера? Господи, этот Грей. Он похож на гуманоида по своей форме. Ты Грей или гуманоид? Он называет себя Серый. Считай цифры у него над головой. У него нет цифр. Нет цифр. Хорошо. Но он органически? Поставим маячок. Зеленый-красный. Органически зеленый. Зеленый. Значит, органически. Итак, контракты вышли, да? Грей неприятно, проверка такая. Вышли сразу, сразу вышли. Вышли контракты. Пусть Игорь повторяет за мной право распоряжаться собственными энергиями. Один, два, три. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Ты знаешь, у него кроме этого контракта еще есть контракт на воплощение. Энергия вернулась оттуда и из другого контракта тоже. Так он и на будущую жизнь еще контракт заключил уже? Нет, на это. На это. Ты сказала, на будущее воплощение это был контракт. В смысле, до воплощения он заключил. До воплощения. Хорошо, а с кем этот был контракт? Считаю информацию. Это закрытая информация, которую засекретил он сам. Хорошо, Игорь. Вы хотите рассекретить эту информацию? Или вы так и будете? Информацию на работу. Информацию? В этом воплощении. На работу в этом воплощении. Хорошо. Вся энергия вернулась? Да. Хорошо. Контракты аннулированы. Открываем портал в галактическое ядро 1, 2, 3. И производим сброс всех аннулированных контрактов и договоров. 1, 2, 3. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Возвращаемся к нашим позициям до этого. Рассинхронизацию у нас не прошла только с ГРМ, да? Да. Хорошо. Я даю команду на рассинхронизацию Игоря с ГРМ. 1, 2, 3. А также мантией и короной. Мантией и короной. Они рассинхронизировались, так как это рептилоидные. Хорошо. Это как с ГРМ тоже прошла рассинхронизация, он как тяжесть какую-то все снял. Хорошо. Я даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Он от интерферентов чистый, но у него есть куча своих сомнений. Но это эмоциональные фишки, поэтому мы сейчас сначала одно сделаем, потом другое. Чистый? Чистый. Хорошо. Все прошли проверку. Можем, в принципе. Я хочу спросить Лили. Будь любезна, выйди, пожалуйста, со мной на связь. На связи. Хорошо. Посмотри, пожалуйста, никто тебя не интересует из присутствующих. Я, в принципе, хотел отпускать их. Мы бы забрали Грей, если бы он был не на контракте. Какой-то нам такой Грей попался сегодня, активненький. Хорошо. Но контракт, как ты и сказала, это добровольное дело. Единственное, что человек не может ничего вспомнить об этом и не осознает толком. Но другой информации у меня нет. Значит, всех отпускать, да? Да. Благодарю тебя за информацию. Хорошо, буду отпускать. Рептилоид готов уходить? Готов. Хорошо. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте рептилоида. 1, 2, 3. И рептилоид уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Все остается в клетке, никто ничего не заберет. Хорошо. Готово? Да. Суккуб готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте суккуба. 1, 2, 3. И суккуб уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Она ему воздушные поцелуи по слову. Ну да, хорошо. Готово. Хорошо. Арахноид готов уходить? Готово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида 1, 2, 3. И арахноид забирает все, что он с собой принес и уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Ящер готов уходить? Пускай. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте ящера 1, 2, 3. И ящер уходит на свою частоту. Конструкция остается здесь. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Хорошо. Сверхактивный Грей. Повезло тебе, что у тебя контракт есть хоть в этот раз. Но если мы второй с тобой, в следующий раз с тобой встретимся, это закончится уже не так дружелюбно, чтобы ты был в курсе. Тебе это понятно? Да, понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте Грей 1, 2, 3. Грей уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. У нас должен был один демон остаться, да? Демон и конструкция. И конструкция. Хорошо. Под конструкцией открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3. И конструкция уходит туда. Вместе с ним уходит мантия. Этот шар тоже. Все туда уходит. Весь мусор. Закрывай, опечатывай, растворяй. Хорошо, демон. Вторая попытка. Ты мне хотел рассказать за энергии, да? Негативные. В его биополе. Сомнений много у него разных. Сомнения. Хорошо. Даже больше скажу. Да. Все у него под сомнением. А это несет негатив. Ну, в принципе, да. Если все... И наоборот, негатив несет сомнение и страх. Так это замкнутый круг получается? По себе ему надо пересмотреть свою уверенность. Очень расшатана она. И выпускает определенные сгустки энергии, которые поглощают его в этот негатив. И обхватывают его мысли. И волны от него идут серо-черные. А кого они притягивают эти серо-черные волны, мы уже видели сегодня. Они скапливаются в нем и мешают ему. И есть в нем милосердие и доброта. Но закрывает он ее всю негативом своих, живом. Этим сомнением, да? Да. Хорошо. Для меня это ценная информация. И выходит эмоциональный фантом Игоря 1, 2, 3. И проецирует все негативные программы, негативные мысли формы. А также филерная проецируется на его эмоциональном фантоме. Готово. Много? Человеческий рост вышел в фантом. И тонкая копия сейчас глаза закрыл и дышит. Из него все серости вышло. И демон, он говорит, что он пытается помочь другим. Но вот эта серость, которая в нем негативная, она ему мешает помогать. То есть он накоплен вот этой своими сомнениями и негативом. Потому что он никуда не уходит. И потому что у него нет радости. А чтобы помогать другим, должна быть радость, которую он готов отдать. А радости как раз у него нет. И получается, что он от других тоже своим сочувствием впитывает негатив. И здесь целую формулу он показал и рассказал. Кошмар. Кошмар. Хорошо, спрашиваю Игорь. Он готов избавиться от этого негатива? Да, он готов. Хорошо, скручиваю это все в шар и отправляю демона. Готово. Хорошо, демон готов уходить? Да, готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона. 1, 2, 3. И демон уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Ставь огненный пентаграмм. Есть. Хорошо, все. Избавились наконец-то. Поехали по частотам. Готово. Но вот у него кроме энергии, еще как молнии, такие какие-то мысли были, того, что он информация какая-то. И ему надо избавляться от них и быть в чистоте. То есть чистота информации ему не хватает. Ты пропала, я не расслышал. Надо что? Чистота мысли ему не хватает. Потому что мысли, всю информацию, которая поступает, она остается в виде молнии у него в голове. Надо сбрасывать ее, выдавливать ее, скидывать, а иначе никак. Видимо, не умеет. Или фильтр ставить себе перед собой на информацию мысленную, не пропуская те вещи негативные, которые... Или ограничить себя в информации, например. Как я это делаю или ты. Просто не смотреть телевизор. Я бы так сказал. Хотя в каждом случае у каждого по-разному. Хорошо. Идем дальше, Вера. Он говорит, что это познавательная информация, которую он впитывает, 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 но анализировать не успевает. И чистота мысли теряется, наслаиваясь одно на другое. Поэтому надо, может быть, темп поменьше. И это все как молнии вышли на чистоте Грегора. Потому что они сели уже в голове. Ну, это разные учения, которые он видел где-то, смотрел, слушал. Именно. Или где-то даже не учился, а схватил какие-то знания, но не проработал их. Здесь важно, конечно, паузы делать и разбираться со всем. Если не успеваешь разбираться, нет смысла переходить к следующему, к следующей главе. Хорошо. Создаем защитную оболочку по цене тонкую копии Игоря к источнику поля Меркаба для структуризации энергии Земли и космоса и воссоздания защитного каркаса в его биополе. Пошел процесс. Слушай, Меркаб строится, но у него при активации души с него шар вышел. Очень похожий на ртуть или олово. Такой какой-то серебряным плотным цветом. Где этот шар? Отправляю его в клетку тюрьмы. По руке у него. Отправляю этот шар в клетку тюрьмы. Он говорит, не надо, я знаю, что это. Он говорит, что я падший ангел, а это мои слезы. Игорь, давайте мы все-таки проверим, все-таки, если мы уже здесь находимся, о чем мы имеем дело. И я даю команду, на счетре от этого шара выстраивается канал к ответственному. Один, два, три. И притягиваю ответственность за этот шар ртутный в клетку тюрьмы. Становится моим заложником. У него нет хозяина. Вернее, хозяин здесь, он сам. И этот шар, он распался. Вот как? На крошечке, как открылся, раскололся. И там внутри его радость. Он свою радость закрыл какую-то. Замуровал ее в этот шар, да? Да. Вот вам слезы вашего ангела. Хорошо. Эта частица его родная? Это свет, да, радость. Возвращая ему его частицу души. Его радость. Вот эта уверенность, которого ему не хватало. Он замуровал ее туда, да? Вот это она и была. Это его стержень. Откуда вы взяли это насчет слезы ангела, падши ангел? Игорь, откуда это у вас информация? Он просто пугает немножко. Подожди, она из-за него синхронизируется. Проходит по всем чакрам вот этот стержень. Свет. Да. Но он действительно ангел. Но не падши? У него крылья белые. Ну, какой же он падш-ангел? Падш-ангел находится в совсем другом месте. Он не может ничего сказать. Его просто распирает изнутри вот эта энергия. Он расправил крылья. И он не выглядит вот таким уже беспомощным и неуверенным. Он говорит, я вернул себе свое сердце. Ровно пять минут назад вы говорили, что это слезы ангела. Оказывается, это совсем другой Игорь. Он сейчас полный. Полный. Отлично. Пусть тонкая копия Игоря вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. Семьсот. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Игоря до значения семьсот герц. Пошел подъем. Он чувствует в себе внутреннюю силу и знание, кто издает ему вот эту силу и уверенность. Мощь, я бы сказала. Потому что энергии, которые сейчас идут от него, это мощь и истинное знание. Вот. Это уже лучше. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. Один, два, три. Готово. Хорошо, Игорь. Как вы себя чувствуете? Все встало на свои места. Я замуровал свою божественную суть. Вы это поняли. От разные игры горы. Да. И цивилизации. И сегодня мы это закончили. И сегодня я приобрела ее назад. И я благодарю вас за это. Во благо. Хорошо, Игорь. У нас остались 10 вопросов к вашему куратору. Скорее всего, другу, так как вы ангел. Ангельская душа. И мы сейчас будем приглашать его в нашу комнату диагностики. Я делаю запрос. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!